Добрый день, уважаемые зрители! Благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео. Сегодня у нас 58-й цикл передач «Слушаем». В 58-м выпуске мы поговорим с вами об отношении к копилке и о средствах усиления энергетических свойств копилки. А в следующем видео я расскажу о форме копилки в виде животных и какое животное самое мощное для притяжения денег. Копилочка – это магический ритуал. Видимая форма вашего проявления – богатеть. Когда мы видим на небе облако в форме сердечка, мы принимаем это за хороший знак. А копилка – это воспитание нашего мозга. Наш мозг понимает, что мы хотим богатеть. Например, банки используют следующий вариант. Когда у вас есть работа, вы получаете перевод на карточку, то в таком случае вы везде встречаете рекламу банка. Кредит, кредит, кредит. Банки очень заинтересованы в том, чтобы все-таки вы взяли кредит и стараются звонить вам и как можно чаще. Этот вариант еще работает, когда вы взяли какой-то кредит и потом его закрыли. В таком случае вы весьма интересный клиент для банка. Нас приучают брать кредиты. Нас приучают ими пользоваться. А вы можете приучить себя копить деньги. У всех у нас сейчас есть виртуальные деньги. У каждого на телефоне установлен Сбербанк онлайн. Но вы же не чувствуете, не ощущаете тех денег. И обогатиться вы же хотели бы не виртуально, а реально. Копилка же является физически существующий факт-артефакт. И воспитывает ваш мозг копить деньги. Вы их чувствуете, вы их видите. И вы понимаете, что деньги стоит не только тратить, но также и копить. Итак, с сегодняшнего дня, если у вас еще нет копилки, вы срочно ее заводите. Коплю значит обогащаюсь. Материал, из которого может быть изготовлена копилка, может быть самым разным. Самыми активными материалами для копилки являются глина, керамика, дерево, фарфор, металл. Худшим материалом для копилки является пластик или пластмасса, а также стекло. Символически стекло относится к энергии воды. Поэтому ваши деньги будут утекать, уплывать, вместо того, чтобы копиться. Первую монетку положить в свою копилку лучше всего на растущую луну. Никогда не начинайте денежный ритуал на убывающую луну. Это время, наоборот, оттягивает ваши денежные средства. Ой! Чем крупнее ваша копилка, тем лучше. Ни в коем случае не копите деньги на черный день. Ведь рано или поздно этот день настанет. Средство для усиления притяжения копилки. Никогда не вынимайте деньги из копилки, если она не наполнилась до краев. И дача, она потеряет свою положительную накопительную энергию. Потеряет свое магическое свойство. Размещайте свою копилку так, чтобы она постоянно попадалась вам на глаза. В любую копилку, которую вы заводите, каждый день опускайте денежку. Для чего? Для того, чтобы она не потеряла волшебные свойства накопления. Это первое. Второе. Вы учите свой мозг копить деньги. Каждый раз после того, как вы опустите в свою копилку свой ежедневный вклад, потрясите ее, чтобы денежки пошевелились, дали энергию и накоплялись. Если вы считаете, что это видео было для вас полезным, то обязательно поделитесь в соцсетях, чтобы ваши друзья также узнали об этом и для кого-то это будет весьма полезная информация. Также ставьте на значок колокольчика, чтобы знать, что у Лары Шум вышло новое видео. Всем пока-пока и финансового вам успеха. И смотри следующее видео о форме копилки.